Доброе утро! Это новости на Катунь-24 в студии Елена Самарина. В Барнауле обсудили проект благоустройства парка имени Ленина. Об этом сообщают на официальном сайте города. Речь о зеленой зоне, расположенной в границах улиц Антона Петрова, Ленинградской и Энтузиастов. Напомню, именно это место выбрали барнаульцы для благоустройства в следующем году. В общественном голосовании приняли участие более 11 тысяч человек. Среди горожан даже провели опрос, каким они видят парк. На основе полученных результатов во время стратегической сессии с участием экспертов предложили разные варианты благоустройства. Как сообщил разработчик проекта Артем Малыгин, в основе концепции – парк для спокойного отдыха на природе. Планируется, что здесь будут зоны для детей, тихого прогулочного отдыха, спортивных и культурных мероприятий. Кроме того, парк хотят обеспечить необходимой инфраструктурой – навесами, беседками, скамейками и качелями. В ходе обсуждений сегодняшних, конечно, еще пришла идея такая, чтобы мы его концептуально соединили с зоопарком, какими-то приемами художественными, композиционными. Это, безусловно, сделано в первую очередь. А в целом, в целом, то есть этот парк, он больше природный. Конечно, там хочется видеть многообразие каких-то растительных зон. Я говорил, хвойные, смешанные, лиственные. Сегодня в Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая пройдут краевые свинцовские чтения. Они посвящены 85-летию со дня рождения известного писателя и общественного деятеля Владимира Свинцова. В мероприятии примут участие известные в крае литераторы, а также театральная студия «Театралка Центр» и вокально-хореографическая студия «Маленькая страна». С творческими номерами по произведениям Владимира Свинцова выступят учащиеся Барнаульского лицея номер 121. На выставке из фондов музея представят редкие книги, рукописи, фотографии, личные вещи писателя. Программа начнется в 15 часов. Сколько лет потребуется Сазану, чтобы набрать вес в 30 килограммов? Ответ на этот вопрос знают рыбаки и представители Росрыболовства, которые стали свидетелями зарыбления Аби. Неподалеку от села Ганьба под Барнаулом рыбаки стали свидетелями выпуска ВОП нескольких тысяч особей малька Сазана. Подобные мероприятия, на счастье рыболов, проходят регулярно. В рамках компенсационных мероприятий ежегодно проводится выпуск молодей рыбы в водоемы Алтайского окрая. Участвуют в рамках компенсационных мероприятий в этом году 26 юридических лиц. Мероприятия по зарыблению проводятся под контролем комиссии из Росрыболовства и группы наблюдателей от предприятий, участвующих в этой программе. Речь о заводах, которые так или иначе пользуются в своей работе водными ресурсами. Среди них и кучук сульфат, представители которого также прибыли понаблюдать за процессом. Наш завод регулярно участвует в подобных мероприятиях по зарыблению, как и многие другие предприятия Алтайского окрая. Мы ежегодно под контролем Росрыбнадзора, запускаем в ОПЕ несколько тысяч маленьких рыбешек. Сейчас этот молодой сазанчик весит не более 55 грамм. Но уже через год-два он станет примерно вот таким и станет весить порядка двух килограмм. Такого не стыдно и на удочку поймать. И такая удача в следующем году может улыбнуться рыбакам ровно 55 тысяч раз. Именно столько мальков сегодня выпускают в рамках соответствующей программы. Разведением малька сазана уже много лет занимается специализированное предприятие. Оно же осуществляет перевозку специальных цистернах, оборудованных кислородными установками, чтобы рыбке было комфортнее в пути. Но почему именно сазан? Это очень быстро растущая рыба. И в первую очередь, конечно, она представляет интерес для рыбаков. Много надо ему расти. Это лет 5-6, чтобы он вырос килограмма 3-4. Он сазан и ловил. Какого самого большого поймали? Ну, где-то на 12 килограмм. А вы руками покажите? Ну, руками. Ну, где-то вот такой. Всего этой осенью в рамках компенсационных мероприятий в ОПИ выпускается 169 тысяч экземпляров сазана. И у каждого из них есть шанс попасться вам на крючок. Константин Ганов, Денис Кузьменко. Новости. А у меня к этому часу пока все.